Добрый вечер, дорогие друзья. У нас Павел Щелин в гостях, точнее мы у него в гостях. Так, скорее у вас. Да, мы у нас такая, давно не виделись, у нас такая сегодня тема интересная. Для тех, кто хочет подняться над деревьями и увидеть ситуацию, общемировую нынешнюю ситуацию, немного со стороны, основные закономерности и причинно-следственные связи, которые в ней наблюдаются. Павел сказал, что он нас всех гонит в пессимизм, но вы не волнуйтесь, потому что за оптимизм у нас я. Я подпишу это чем-нибудь жизнерадостным, поставлю веселую фотку и вы снова уйдете в человечество. А то, что он вас заставит сейчас разувериться, я в нем уверен на 101%. Через 5 минут вы будете в глубочайшей депрессии. Собственно говоря, поэтому и приступаем. Ну, спасибо. Думаю, не все расстроятся. Расстроятся только те, кто, скажем так, привык не мыслить. И тогда моя беседа действительно будет неожиданная. Хотя на самом деле она по ходу своего рассказа будет опираться на как раз те глубокие макростратегические тренды и предпосылки, которые, в принципе, видны каждому, кто имеет силу, желание и способность смотреть. Как ты правильно сказал во введении, моя цель сегодня – попробовать предложить твоим слушателям возможность подняться над информационным шумом, который не является случайностью. Информационный шум – это намеренное создание, намеренное свойство современной информационной среды, которая частично обусловлена ее техническими особенностями. Социальные сети больше всего развиваются и растут на энергии ненависти, агрессии и примитивизма. То есть это заложено, что называется, by design. И в этом есть одна из таких принципиальных проблем, которая структурно отмечается последние 30 лет в особенности. Но и другое направление – то, что раз среда настолько помогает подобным эмоциям, то и множество различных акторов применяют эти технологии намеренно. Так называемые технологии непрямого воздействия, информационные технологии и так далее. В итоге создается ситуация, которую еще в 90-е годы один из прекрасных исследователей Нейл Постман в книжке «Технополи», я ее отдельно порекомендую в своем телеграм-канале, обозначил как синдром, похожий, подобный СПИДу в организме от состояния современного среднего зрителя, среднего потребителя информации, который перегружен потоком событий. По событиям слишком много. Невозможно полноценно, качественно рассматривать каждое из их событий. Их число практически бесконечно. А вот для того, чтобы вычленять что-то важное, необходима определенная система координат, необходима определенная иерархия категорий, чего как раз современная информационная среда, построенная на предельной фрагментации, вам не позволяет сделать. Сегодняшним своим выступлением, сегодняшней моей с тобой беседой, мне хотелось бы предложить одну из возможных систем координат, которая, возможно, кому-то будет полезна именно для того, чтобы смотреть на процессы, вычленять важное, вычленять неважное, где-то удивляться, где-то расстраиваться, но и где-то радоваться. Вот примерно такую цель и задачу я перед собой ставлю на сегодняшний наш с тобой эфир. Введение, оно необходимое. Итак, ближе к мясу. Какая система координат? Состоит она из трех линий, две из которых более-менее самоочевидны, думаю, будут слушателям по ходу беседы, а вот с третьей придется поработать и немножко поднапрячься в плане понимания. Критерий первый — это демографический потенциал и демографическая устойчивость, потому что очевидно, что сложно смотреть в будущее, если и мыслить стратегично, если на определенном горизонте уже очевидно, что будущее у вас не будет чисто физически. То есть вопросы демографического потенциала, особенно для большого цивилизационного проекта, идейного проекта, глобального проекта, исторического проекта, называйте, как хотите, но для макро, макросубъекта, макроигрока — это вопрос ключевой. Второй, уже критерий звучит более нюансно, это вопрос о технологическом потенциале и экономической устойчивости с оговоркой. Оговорка в условиях деглобализации. Вот последние четыре месяца я довольно много прослеживал всю информационную среду, которая творится, скажем так, в ведущих западных аналитических центрах, и в принципе это уже устоявшийся консенсус на экспертном уровне, что вне зависимости от того, от каких-то конкретных событий в ближайшие месяц-два, годы, следующие десятилетия, возможно, два-три десятилетия минимум, будут периодом деглобализации. То есть глобализованный мир закончился, наступает совсем иной мир. Я это говорю безо всякой радости, потому что этот мир будет в любом случае для большинства абсолютного гораздо беднее. Все наше благосостояние сегодняшнего дня стоит на предельной сложности, а деглобализацию эту сложность будет разрушать, и система будет стремиться к упрощению. Но тем не менее это важно понимать. На первый план выходит вопрос именно об экономической устойчивости, об умении выживать и жить над ней, и не просто выживать, а жить и развиваться. К сожалению, в большинством, опять-таки, сейчас экспертном, публичном взаимодействии обсуждаются текущие события, которые просто экстраполируют предыдущие тренды в будущее, без считывания вот этого принципиально меняющегося всего внешнего контекста, который на самом деле меняет чуть более чем все в современной экономике. И об этом мы тоже поговорим. То есть это третий критерий. Вторая ось. И, наконец, третья ось, она вот это уже от меня больше философская. А именно я это называю устойчивость коллективного, бессознательного, понимаемая как соответствие де-факто декларируемой идеологии сакральной этической системе координат, в которой развивается то или иной проект. То есть вопрос, насколько то, что вы говорите, соответствует тем сакральным источникам, тем сакрально-символическому ядру, которое на самом деле только и обеспечивает всю устойчивость вашей системы между собой. И вопрос, конечно, разумеется, насколько это ваши сакральные источники адекватной реальности. И предпосылкой, вот совсем если упрощать, главное, что в ближайшие годы будет ключевым для всех цивилизационных проектов, это то, насколько успешно эти все их сакральные системы символические смогут сделать то, что в психологии можно назвать интеграцией тени. Вот если использовать язык психологии, это самый ключевой настоящий момент. И здесь, наверное, требуется определенное отступление, потому что я заметил, что далеко не все понимают, что такое интеграция тени, почему она работает на мировом и общественном уровне. Начну издалека. Любое, абсолютно любое сообщество существует как набор определенных институтов, сформированных вокруг некого сакрального символического идейного центра. Почему это необходимо? По одной простой причине, потому что любое сообщество на самом деле это чудо. Вот как говорили, как понимали хорошо древние греки, я очень люблю эту метафору, любой полис все время существует на грани гражданской войны. Любой, то есть абсолютно. Это норма, это нормальное состояние. Почему он существует? Потому что люди, если совсем упрощать, люди слишком разные. Мы разные по возрасту, по доставку, всему жкому угодно. То есть количество разнообразия действительно предельное. И на самом деле центробежные тенденции всегда по умолчанию гораздо сильнее, чем тенденции центробежные. стремительные. Но тем самым и высока ценность и важность этого вот, этой центростремительной тенденции, этого ядра. Но это ядро психологически и социально никогда не может быть полным. Оно всегда, многие вещи, необходимо оставляет за скобками. Если говорить библейски, то человек, то и человек, общество не избавлено от греха. И внутри каждого общества всегда есть некий накапливаемый, постоянно, условно назовем вот этот грех. Темная теневая сторона. Это может быть несправедливость, это может быть беззаконие, это может быть просто имущественное социальное неравенство, это может быть притеснение той или иной группы и так далее. И особенно эти вещи также могут копиться в истории. То есть, условно говоря, вы имеете память о том, что когда-то, то есть сейчас может быть еще как-то все нормально, но вы помните о том, то, что в прошлом было что-то не очень хорошо. Вот весь этот, если угодно, комплекс совокупности и можно назвать своеобразной тенью. То есть, тень это все то, что общество подавляет. Это насилие открытое или подавленное, это ложь и лицемерие по отношению к ближним или дальним. И нет ни одного в истории сообщества, которое обладало бы иммунитетом по отношению к этой проблеме. И дальше за всю человеческую историю на самом деле принципиально было найдено всего-то три способа взаимодействия с этой тенью. Первый это война. То есть, собственно, что такое война на международном уровне с точки зрения истории? Это попытка преодолеть войну гражданскую, внутреннюю, за счет войны внешней, за счет полемоса. Чтобы вы понимали, насколько это древнее, допустим, у вас внутри общества не хватает ресурсов, у вас, точнее, вы деревня викингов, у вас был плохой урожай, и у вас, если вы как бы не отправитесь во внешний завоевательный поход, ваши внутренние противоречия превратятся в голод, и кто-то из вас вынужден будет умереть. И вот вы идете в внешний завоевательный поход, берете добычу, берете золото, и все ваши внутренние противоречия на какой-то момент сглаживаются. То есть, на самом деле, базовая модель исторически работала. Греки занимались тем же, они ходили за ресурсом, который они называли эрго, слава, и вообще смысл вот этой войны с точки зрения вот этой работы с тенью, это щит на вратах, это щит поверженного врага на вратах вашего города, который позволяет вам внутри города заниматься только теми ритуалами, которые поддерживают единство. То есть, здесь, опять-таки, у нас очень представление войны сейчас в войне в историческом ее значении предельно упрощенное. Если бы война была исключительно плодом безумного, словно говоря, тестостерона, она бы не продлилась на протяжении всей человеческой истории. У нее есть глубокая сакральная психологическая функция. Долгое время единственным предельным альтернативным способом этого пути был путь христианский, когда Христос де-факто берет на себя всю ту тень и индивидуальную, и социальную, которую не удается разрешать другими способами. Здесь есть шанс и надежда и надежда на то, что общество преображается, борется со своей темной стороной способом иным, чем внешнее насилие. Но в целом мир этот шанс, давайте прямо говорить, не принял, включая и современный западный мир. То есть, к сожалению, этот шанс в силу ряда глубоких причин, о чем смотрите предыдущие лекции, ходите на занятия школы, по очень разным причинам это было отвергнуто. И, наконец, на самом деле, самое лицемерное время, это третий путь, который начался в 1918 году и закончился в 2022 году, это путь торговли тенями на уровне международной арены. В чем суть? Это очень мало отрефлексированная в общественном сознании перемена произошла. Вот интересно, мы жили в этом периоде, не особо ее публично рефлексирую, но в чем, вот если формулировать в одном предложении, де-факто, в какую игру играли все участники международной арены? То, что мы закрываем глаза на преступления друг друга за счет обозначения страны козлы отпущения, на которую мы сваливаем вообще всю ответственность за всю совокупность теней, которые только существуют в международной арене. Ну, исторически таких кандидатов основных было два, это Германия, собственно, с нее все началось, и после развала СССР собственно СССР. То есть, вот было найдено символических два козла отпущения, вокруг которых начиналась символическая вот эта игра тенями, когда каждый из участников де-факто делал вид о том, что лично он никаких преступлений не совершал, лично он в преступлениях не замешан, это все вот они, кто-то некий внешний. И это время закончилось. Вот это один из таких, наверное, самых сундаментальных сдвигов, которые произошло за четыре месяца, о которых я пока не слышал, чтобы кто-то говорил, говорю об этом вам. И мы оказались во новом времени, к которому, сразу скажу, далеко не все участники готовы. Например, Европа к этому не готова совершенно, США готовы в гораздо большей степени, но об этом будет чуть позднее. В чем суть нового времени? Это время, когда все больше и больше всех, почему где глобализация? Одним из предпосылок, вот эта система торговли тени, тенями на самом деле основывалась очень сильно на глобализации, когда всем было не все равно, что о них думают за океанами различными. А теперь это время закончилось. Теперь новый основной литмотив, если вы будете отслеживать заявления Китая, Индии, Арабского Востока, не говоря уже России, то в целом нам все равно на ваше мнение относительно нашей тени. Это новая мировая реальность. Кстати, в отношении США это тоже справедливо, потому что отношения США и Европы тоже имеют вот эту большую внутреннюю динамику относительно общественного мнения. И есть ряд больших групп внутри США, которые наконец тоже говорят, в принципе, нам все равно считают ли нас европейцы достаточно демократичными, экологичными или социально справедливыми. То есть в целом весь этот процесс запустился. Но тем не менее это новая принципиально парадигма, в которой главный метод внешней политики Европейского Союза, эмоциональное манипулирование элиты интеллигенцией неевропейских стран перестает работать. Это новая реальность, о которой мы будем говорить в дальнейшем. Простите, уважаемые слушатели, за длительную преамбулу. Она была необходима, чтобы пойти по кейсам. Но может быть сначала ты что-то добавишь. Не, все супер, я в захвате слушаю. Давай, давай, дальше. Слушайте, диалог любят. У меня монологично. Ну ладно, перейдем. Сколько того диалога? Что Арестович может умного сказать? Скажи, пожалуйста. Я могу открыть передачу и закрыть передачу. Это максимум. Давай, нажми. Хорошо. Начнем тогда, собственно, с печального. Начнем с Европейского Союза. То есть, здесь, к сожалению, вот для тех, кто верит, и как человек, который сам восхищается классической европейской культурой, ее любит, то, что я буду говорить в дальнейшем, не говорю без радости, но, тем не менее, приходится это фиксировать. Именно на уровне Европейского Союза, как единого проекта, скажем так, есть очень, по всем трем обозначенным критериям, тренд негативный, стратегический. Ну, демографический тренд обсуждать не надо. Собственно, кроме Франции и, по сути, Австро-Венгрии, все полувозрастные демографические пирамиды стран Европейского Союза выглядят предельно печально. И то, Франция, ну, Франция смогла поддержать свое, скажем так, здоровое состояние полувозрастной пирамиды за счет массового притока арабского, ну, северноафриканского в основном, конечно, населения, а Австро-Венгрия за счет, Венгрия частично пытается развернуть демографический тренд за счет политики, направленной на принципиальное изменение отношения к семейным ценностям. Насколько успешно вопрос спорный, тут надо отслеживать, но небольшие подвижки есть. Вот Австрия единственный из стран всего региона, в которых за последние десятилетия наблюдается значительный прирост, причем прирост достаточно здоровый за счет комбинации и миграции и собственного воспроизведения. Но если мы посмотрим на все остальные полувозрастные пирамиды, особенности на страну, которая является фундаментом проекта Европейского Союза в его брюссельском исполнении Германию, то там все совсем печально. То есть германская полувозрастная пирамида вошла в терминальную стадию в том смысле, что их социально-экономическая система не в состоянии ее выносить. У вас выходит на пенсию основное работающее поколение, то есть 55 плюс сейчас, они будут все выходить, то есть вот от 55 до 65, это вот сейчас основное трудоспособное население. Каждый год все больше и больше будет выходить на пенсию, а нагрузка на социальную систему увеличивается в силу ряда других макроэкономических факторов. Как немцы будут справляться с этой нагрузкой, я, честно говоря, просто не представляю. Пенсионный возраст будет увеличен? Куда дальше? То есть здесь, когда мы выступаем, проблема то, что вся устойчивость социальной системы ложится. Ну и кроме того, там уже наступают физические ограничения. Ты не можешь заставить 75-летнего человека работать так же эффективно, как даже 55-летнего. Это большие проблемы. Просто в любом случае это нарушение огромного социального контракта. Эти страны уже довольно долго над этим экспериментируют, но это фундаментальная проблема, которая, опять-таки, пока что не видит никаких приспектив к решению. Единственная возможность потенциально массовое привлечение эмиграции и, в частности, вот украинцы, которые бежали во время за последние 4 месяца, я думаю, будут рассматриваться германским правительством как достаточно ценный демографический ресурс, демографический актив, но на макростратегическом уровне, я даже боюсь, это для немцев принципиально ситуацию не изменит. Я уже молчу про такие страны, как Италия, Болгария, Польша, кстати, и так далее, и тому подобное. В целом, если вы откроете картину Европейского Союза, картина предельно грустная в плане демографии, и это, на самом деле, очень важный момент, потому что она определяет их приоритеты. Страны со стареющим населением, принципиальный, главный их императив не рисковать, потому что любой риск у вас и так рушит всю вашу, без того, предельно хрупкую, несбалансированную систему. В общем, это грустно, но это еще не все. Если мы говорим о втором критерии, а именно технологический потенциал и экономическая устойчивость, то вот с экономической устойчивостью, как видят все абсолютно участники сейчас, наблюдатели за международной системой, именно, опять-таки, повторюсь, на уровне Европейского Союза дела обстоят крайне тяжело. Вся система современного европейского благополучия была построена на импорте, дешевых энергоносителей, которых больше не будет, вне зависимости по разным причинам, то есть, частично это санкционный режим, частично, опять-таки, это результаты общего краха логистических цепочек, спасибо ковиду, спасибо общему тренду на деглобализацию, но время дешевой энергетики для Европы закончилось, а как поддерживать уровень жизни населения и конкурентоспособность собственной промышленности перед лицом той же американской, ответа нет. На данный момент ответа нет, и что я скажу, на мой взгляд, самое худшее, за 4 месяца нет ни одной стратегической программы, которая хотя бы пыталась осмыслить эту проблему и предложить какие-то пути решения, если мы наблюдаем определенный паралич экспертного сообщества, что, опять-таки, стратегически является большим вызовом. но даже это, на мой взгляд, не все. Самая большая проблема находится на уровне идейном, интеграции тени, а именно то, что здесь работа не ведется совсем, проблема не осознается от слова совсем, и если вот сводить все к каким-то таким простым запоминающимся тезисам, то вот фаустовая цивилизация с идолом прогресса себя исчерпала в своем вульгарном материализме и постмодернизме и институтов, способных эту интеграцию провести, просто сейчас не существует, потому что на самом деле весь этот прогресс ради прогресса, если говорить так, прогрессировали, прогрессировали и допрогрессировали до того состояния, когда стратегические планы Европейского Союза, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было. Причем эта фраза де-факто говорится с такими детскими, наивными глазами полного искреннего удивления, почему этот внезапно гениальный план не работает. Началось это давно, началось это с момента от стратегического отказа от этики добродетели, потому что, как еще, по сути, предупреждал в свое время апостол Петр, то, что идеал свободы при отказе от идеала от добродетеля приводит к тому, что свобода начинает употребляться только для прикрытия собственного зла, собственной некомпетенции и той самой собственной самой тени. Попытки постмодернизма пересилить все происходящее собственным языком, по сути говоря, поскольку уста наши с контролем над языком, контролем над дискурсом работали во времена благополучия. То есть, пока были благополучные 20 лет начала 21 века, эта система могла работать. но сейчас вот в момент критических вызовов, когда рушится устоявшийся мировой порядок, то есть, ну не рушится, можно кто-то сказать, что не пугать, скажем, эволюционирует, меняется, радикально трансформируется. Вот это одними словами, одними заклинаниями правильных слов вы сыт не будете. И здесь, кстати, работает вот почему есть определенная слепая точка, если ты читал Фауста, ты помнишь, на самом же деле Гетта показывает, к чему приводит весь этот фаустовский проект по контролю, по максимальному выражению собственной воли, по достижению некого предела человеческого потенциала, как видится в рамках определенного сценария, чем, собственно, проектом и двигалась Европа. Так вот, он приводит к полному холлапсу, но в конце помнит, что происходит? Прошу, говори, говори, я слушаю эту музыку, это все. в конце происходит хэппи-энд, в конце просто происходит Дэлс и Смахина, и Фаусту за это ничего не происходит, он все равно уходит в рай, просто почему, а потому. И вот я думаю, что? Сам по себе, вот так вот, внезапно, да. За то, что старался, за то, что старался, за то, что был таким хорошим, за Маргариту, за все остальное, да. По совокупности, по совокупности. И я подозреваю, что основная... Знаешь, мне кажется, что это был такой косплей на божественную комедию. Да, но только там абсолютно другой был все-таки посыл. Да. Но в конце, как бы, вот этот вот, Низия Беата, там, все хорошо, это вот куда-то туда вывернуло. Просто Фауст... Гёте не объясняет, почти за что это Фаусту, как бы, да, по логике, там не выходит этого все. Фаусту. Ну, тем не менее. А почему нет? Ну, вот так. Но просто проблема в том, то, что я подозреваю, то, что осознанно или неосознанно, но вот в сознании элит европейского проекта сидит вот эта надежда на хэппи-энд, просто потому, что хэппи-энда не может не быть. И это уязвимость, это слабость. Это тоже, понимаешь, это христианская перверсия. Вот я когда-то спорил с одним хорошим человеком, он был мусульманским террористом, а они, как правило, все хорошие люди. Вот, по крайней мере, люди, которые ставят вопросы всерьез. И он был не просто таким, он теоретиком был этого дела. Я ему говорю, что, он говорит, мы больше всего боимся, что у нас наши идеалы размоют Кока-Кола. И все ваши там чудовищные эксперименты с порнографией, со всем, с нарушением всех основ и всего остального. Говорю, а мы не боимся, знаешь, почему? Говорит, потому что мы, у нас от христианства остался наивный, от христианства уже ничего не осталось, но наивный оптимизм у нас остался. Мы понимаем, он на меня посмотрел квадратными глазами. Он говорит, вот теперь я про вас все действительно понял. Он отшатнулся аж. Это же действительно живет на уровне материалистического, постмодернистического. Но все равно уверены, что, да ради бога, все равно вывернемся в конце, так или иначе. Она же, она с глубоко воплоти. Я боюсь, вот как стратегический план, он все-таки не сильно надежный. Вот на уровне такого... Планировать так нельзя, безусловно. Ощущать можно, планировать нельзя. Ты знаешь, вот здесь, но это требует другого качества элиты и другого качества рефлексии. Если бы это происходило в сочетании с рефлексией и с качеством другого элитного планирования, чем то, что мы наблюдаем сейчас, то, опять-таки, то это имело бы свою и позицию, вот эту светлую сторону. Но, до факта, сейчас после ухода этики добродетели и ответственности вся вот эта светлая сторона ушла, а детская наивная надежда, что все все равно будет хорошо, просто потому, что хорошо не может не быть, она осталась. И вот на фоне накопленных внутренних противоречий это так себе стратегия, так себе сценарий. То есть, на самом деле, я сейчас, если вот смотреть на очень макростратегическую перспективу, то я не вижу такого долгосрочного сценария, при котором ЕС в его нынешнем философском основании сохраняется. Это, по сути говоря, единственный такой тонущий корабль, вот из обломков которого другие проекты будут строить свои какие-то корабли поменьше, шлюпки, но может быть, что-то интересное. Кандидаты есть. Есть условный кандидат, это вот французская империя Карла Великого 2.0, то есть, это вот Франция, Бенилюкс, Северная Италия, возможно, с Испанией, то есть, вот такого типа какое-то объединение. Благо, есть энергетика, атомное наследие, есть какая-никакая демография, есть определенная культурная понятная близость. Второе, это условно Австро-Венгрия, некое воссоздание восточной Европы, ну, с вот этим венским управлением и старым добрым аристократическим управлением. Про прогресс там будет мало чего хорошего, зато вот такой марш родецкий, такое очень пожитейски приятное место, где можно жить, в стратегической перспективе возникнуть может. Отличное кофе, штрудель, вальцы, что еще нужно человеку, да? Да, но это вот опять на другом уровне, точно не на уровне вперед со знаменем прогресса, скажем так, высказывать моральные суждения. Чего мы прямо так про Австро-Венгрию? Австрийская, Венская школа психоанализа, Венская школа квантовой физики, Венская школа шахмат, Венская школа математики, не так уж там все плохо. Не так, что все так и плохо, ресурсов маловато. Это проблема, да, это проблема, это большая проблема. Ну и третий такой потенциальный контур, опять это такие, это уже гипотеза, то есть все, что я говорю сейчас, три потенциальных варианта, это такая гипотеза, это вот британо-скандинавская какая-то форма содружества, островная, морская, и вот этот старый добрый викинговский в каком-то смысле даже контур, вот он, он может какую-то... Конструкция, назовем конструкцию Гамлин-предс, датские, которые в Британию уезжают потом, в конце концов. К сожалению, есть только проблема, но опять-таки, это все очень теоретически, потому что для любого... Ну давай его по стругацким, островная империя назовем, да? Ну да. Для любого из этих сценариев требуется радикальная элитная пересборка внутри себя, внутри интеллектуальной элиты, и, ну, резко приходится повзрослеть и возвращаться к корням, причем корням, возможно, упадящих на глубину в столице и так на 400-500. Это к тому вопрос, какого характера элиты могут прийти, какого характера сакральные источники могут прийти, потому что сакральные источники, которые могут каждый из этих проектов возродить, они, конечно, запрятаны глубоко, не запрятаны в домодерне, и чтобы войти в послемодерн, им придется раскапывать себя примерно там, что является гигантским историческим вызовом. Я с практической точки зрения понятия не имею, каким образом это будет осуществляться, но, скажем так, сохраняя оптимизм, возможности такие я вижу. То есть они есть. Главное то, что вот именно как формат едино Евро, вот Европа, которая ради Европы, мы Европа, потому что мы Европа, то есть такой автологический проект Европейского Союза, вот у него перспектив нет в новом мире. То есть вот у него вот как такого перспектива. Вы сейчас, Павел, говорите все эти обидные слова, а между прочим вся Украина стремительно стремится в ЕС. Ну я подозреваю, что количество дизлайков будет многовато, ну что поделать. Врать не буду. Из песни слов не выкинешь. Все эти три факта, все три тренда идут на негатив, к сожалению. Просто они есть. Может быть, оно можно было бы говорить что-то другое, но для этого 30 лет до этого нужно было вести совершенно другую политику и на уровне ресурсов энергоносителей, и на уровне экономической конвергенции всего общего европейского трека, но и главное на уровне смысловом. Необходимо было все-таки определить, и зачем, собственно, это все делается. Повторюсь, никакой идеи вообще не было предложено. То есть гениальная стратегия жить без стратегии в новом мире себя не оправдывает. Это же ключевая проблема. Гениальная стратегия Европейского Союза была в том, что нам не нужна стратегия, а мы просто будем вот такими красивыми, белыми, пушистыми, нас все за это будут любить и приносить нам все. Потому что план надежный. Да. Более позитивного. К США. Если ты не против. Я за. США у нас, вот почему приходится разъявить, потому что США, конечно, опять, это вот склонны все объединять. И Англосакс, Англо-Европа, Западный мир, на самом деле два принципиальных разных контура, два принципиальных разных сценария. Ну, во-первых, с демографией в США все неплохо. Там даже внутри США все относительно неплохо, там здоровая полувозрастная пирамида. А если добавить к этому Мексику-Канаду, то вообще образуются просто идеальные полувозрастные. А это, по сути, единственный, а нафта это, по сути, единый хозяйственно-экономический субъект. И вот в этом сценарии демографический контур выглядит просто прекрасно. Никаких фундаментальных рисков здесь не существует. Точно так же нет никаких проблем с ресурсной обеспеченностью, о чем тоже необходимо сказать. За исключением ряда редких металлов, редких технологий. Ну, вот здесь я договорю в дальнейшем, каким образом эта проблема, скорее всего, будет решаться. С технологиями все в целом на мировом уровне по-прежнему прекрасно. То есть, это по-прежнему технологический лидер. Практически все мировые, собственно, инновации, от биологии до ракетостроения, до техники, за редкими исключениями, генерируются именно в США. То есть, одна из причин, например, может, слушатели не знают, почему в США такая предельно дорогая медицина. То есть, одна их. Там есть причины совсем глупые, результат неправильной политики, за которым придется расплачиваться и которым придется менять. Но одна из причин более адекватных, то, что США на себе на самом деле тянет практически весь мировой research and development в области фармакологии и биотехнологий. Европейцы потом просто это копируют, но не платя никаких издержек. Но, например, в мировом системе разделения труда инновации в США на себя тащат действительно очень сильно. Про ресурсы я уже сказал, то есть практически все необходимые ресурсы продовольственные, энергетические есть внутри. То есть, там предельно замкнутая на самом деле может быть система пожеланий. Но при этом есть, разумеется, груз ошибок гениальных политик, скопившихся за 40 лет, за которые придется расплатиться. Расклада будет болезненная, ее мы увидим, я боюсь, уже этой осенью. То есть, уже этой осенью мы увидим кризис, весь вопрос в том, какого масштаба он будет, будет ли это подобно нефтяной, будет ли это подобному шоку 70-х годов, либо это будет подобно шоку 30-х годов. Да, может дойти вплоть до такого. Но это для США, вот в отличие от Евросоюза, для США это вопрос тактический. То есть, да, это может быть вплоть до 5 лет очень жесткого экономического переустройства, пересборки, но по итогам они все равно выйдут глобально. У них есть все шансы, вот с точки зрения hardware, то есть, демография и ресурсы, выйти победителями и сильнейшим игроком на международной арене, причем, возможно, даже в отдельной лиге. И штаты из всех своих кризисов выходили еще более сильными, по-моему. Да. Кризис штатов обычно дорого обходился всем остальным, как бы, да, они выходили... Ну и штатам тоже, Великая депрессия, время неприятное, города 70-х, как бы, Нью-Йорк 70-х и Сан-Франциско 70-х, это вообще неприятные места, чтобы быть. То есть, нет, я не буду здесь, вот здесь сложного оптимиста не будет, время будет предельно тяжелое, но это, повторюсь, тактическое время. Стратегически это преодолимый кризис для США. Хотя, повторюсь, это займет время, а время это вообще сейчас ключевой ресурс, то есть, это важно понимать. А вот самым уязвимым местом, конечно, является интеграция тени. Вот это самая большая сейчас уязвимая точка, которая для США на самом деле очень тревожна, потому что все предыдущие в истории интеграции тени США решали исключительно двумя способами, либо война гражданская, либо война внешняя, то есть, как бы, других способов они, в принципе, то есть, демократия здесь достигает своего предела. То есть, демократия хорошо работает, пока у вас есть общая реальная система ценностей, демократия в США не работает, когда страна раскалывается, когда центр проваливается, и страна раскалывается на две группы, которые, ну, по-честному, обладают абсолютно разными этическими системами и взглядами на то, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, старая добрая проблема интерпретации, которая преследует протестантизм с самого его начала, с самого его зарождения, она здесь даст игру в полной мере, и поэтому в ближайшие 5-10 лет мы достигнем кульминации культурной холодной войны, возможно, местами переходящей в полугорячую. Ну, то есть, опять, ладно, звучит слишком страшно, но просто, чтобы подчеркнуть интенсивность, то есть, будет, в этом смысле, будет... Я, либо могу сказать, общаясь с американцами, не последними, мягко говоря, а война заставила, они постоянно повторяют фразу, вы не представляете, что у нас происходит, степень жестокости схватки в том же, в той же верхушке, в эстеблишменте и тогда война? Верхушка, это отдельный вопрос, здесь просто, сейчас сразу скажу, здесь наложилось важный момент, наложилась проблема элитного кризиса по Питеру Турчину, который вот для США работает по полной программе. У вас скопилось за 40 лет огромное количество молодых, талантливых людей, которым в текущей элите места нет, потому что в текущей элите количество мест всегда ограничено, и поэтому единственный способ сейчас для одной стороны уничтожить другую, занять все ее элитные места. То есть это еще чисто внутриэлитный конфликт, который, ну, предельно жесток. Предыдущий раз такое, кстати, было именно в 1830-1850-е годы в США, мы примерно знаем, чем это закончилось. То есть, я к чему? Вот эта интеграция тени самая действительно уязвимая точка, потому что вот этот проект «Американской мечты», который мы с тобой, в частности, даже на наших каналах очень подробно обсуждали, действительно находится в предельной точке кризиса, который требует пересборки и возврата к своему сакрально-символическому источнику. И здесь я, кстати, рискну выдвинуть гипотезу, что возврат будет не просто возвратом, а в данном контексте преображением, даже за счет вот демографического фактора. То есть возврат будет скорее, то есть этот возврат произойдет к добродетелям, к христианскому источнику, то есть в глубине, на, я в стратегической перспективе, но вполне возможно, что не к протестантскому варианту, а к католическому. В частности, за счет огромной волны новых политических элит, новых миграций из страны Латинской Америки. И американцам немножко придется пожертвовать своей исключительностью, чтобы прокачать всеобщность. То есть католичество это всеобщность, то есть такой зонтик для всех, то есть как бы, а протестантство это всегда исключительность, протест протестуют. И вот на конфликте этих двух идей, я думаю, это на самом деле основной трек, который будет развиваться в 10 месяцев, и, конечно, в том контексте огромного культурного разнообразия, расцвета, возврата федерализма, который, скорее всего, будет ожидаться в последнем, ну не в последнем, а в ближайшие годы, десятилетия, именно всеобщность будет более выигрышной стратегией. И я думаю, в конечном итоге американцы сделают ставку на это. То есть по выходу это будут другие США, для нас очень непривычные, возможно, на, да, в каком-то смысле даже более такие расслабленные, то, что для них непривычное. То есть вот это дополнение немножко более, на мой взгляд, здорового отношения к труду, скажем так, знакомых, немножко сиесты, немножко культуры текила, не обожествление труда и работы. Но здесь важно подчеркнуть, на коротком горизонте это не будет означать вот этот, подъемы, возвращения сильных США не будет означать, что вернется система глобализации как таковая. Потому что пока что американцам нужно будет самим себе объяснить, зачем им это нужно. То есть они-то первую глобализацию создали во многом случайно, просто им нужно было сдерживать Советский Союз, и они случайно под это создали себе глобализацию своими 12-ю атомными флотами и несли на себе, по сути, они себе купили союзников. То есть это вот то, что, например, другие цивилизационные проекты полностью делать вообще не умеют, они не понимают, как можно союзников просто так купить, чтобы они не хотели от себя уходить. А США это сделали. Они себе союзников купили, но после холодной войны, когда пропала вот эта такая экзистенциальная угроза, как бы, ну, ушло, зачем продолжать их покупать? И потом 30 лет на каждых выборах, то есть последний политик у США, который предлагал адекватную внешнеполитическую стратегию глобализации, был Буш-старший, и его выкинули из офиса, практически сразу после окончания холодной войны. С тех пор ничего во внешней политике на уровне глобализации США не предлагали. И вот когда я сказал о том, как США, я уже заметил, будут потенциально получать те ресурсы, которые им, скажем так, будут не хватать или нет у себя, то здесь может вернуться старая добрая стратегия Британской империи. А именно, в чем стоила стратегия Британской империи? Если у вас есть ресурс, который нам нужен, мы в любой точке мира мы приходим и забираем его. Все. Безо всяких моральных ценностей, безо всякого глобального сверхпроекта, просто потому, что мы можем. То есть, мы жалуемся о странах-пиратах, а представьте, что будет, если стратегию такого силового, назовем это так, нового пиратства возьмет на себя самая технологическая развитая страна через 10-15 лет. Жить будет интересно. Может, оно и к лучшему, честно говоря, по некоторым аспектам. Я не спорю, я просто прогнозирую. Потому что, ты понимаешь, в чем начался кризис со времена Запада, вот это окончательный и бесповоротный. Когда арабские страны после войны 1973 года решили обеспечить нефтяную амбарго. Подняли цены и так далее. Там Запад впал в жуткий кризис и прочее, прочее. А оккупировать тогдашние арабские страны для Запада было плевое дело. Потому что, ну, с кем-то воевать? С верблюдами и этим самым? И тремя ржавыми винтовками, которые были тогда у них на вооружении. Не было же даже армии. Но они этого не сделали. Не сделали. Предпочли терпеть. Да, этот запад разнес бы их в клочья там за три секунды, понимаешь. Проблема в том, что они предпочли терпеть. Ну, частично. Ну, опять, тогда хотя бы они могли себе объяснить, зачем они это делали. То есть, там был под это морально-этический смысловой проект, в который они искренне верили. Сейчас же никто не... Сейчас же, как бы, сам Запад не хочет в это верить. Это тонкий момент. И в этом контексте, конечно... Я повторюсь, вот тот мир, который будет, он будет гораздо жестче, но в каком-то смысле менее лицемерным. Поэтому, если вам нужно позитивное утешение, то вот оно. То есть, как бы... Но это мы прошлись по этим мирам. То есть, в целом, нет, повторюсь, тренд очень хороший, только, повторюсь, это вот этот стратегический позитивный тренд, он не отменяет тактического кризиса. Ну, и не факт, что всем остальным участникам этой мировой системы те... То есть, я к чему? Те механизмы, ожидания, способы взаимодействия, которые выработались за последние даже в контексте США 70 лет, у их союзников перестанут работать. Опять вопрос об адаптации. Насколько вы сможете адаптироваться к этой новой реальности, к этим новым условиям? Пока у большинства игроков с этим очень плохо, но это и нормально в каком-то смысле ты работаешь в бюрократическом... Ну, ты свят, ты тесно знаком с бюрократическими организациями, и ты понимаешь, что внутри это... Самое... Больше всего, что они ненавидят, это меняться и адаптироваться. Это главный кошмар для бюрократической организации. Но вот просто цена... Просто в мирное время опять-таки этим можно заниматься, а вот в цену во времена кризиса и войны ошибки будут оплачиваться очень дорого, к сожалению, не бюрократами. Ладно, переходим к третьему большому участнику Китаю. Это тоже цивилизационный, разумеется, проект, и очень много сейчас ощущений, что у многих наблюдателей, что вот, начинается подъем Китая, сейчас вот он захватит весь мир. Успокою, не захватит. Не захватит, прежде всего, да, в принципе, по всем трем критериям. По критерию демографии я много ругаю, точнее, не тоже ругаю, мы с горечью константируем европейскую демографическую пирамиду. Посмотрите на китайскую демографическую пирамиду и обрадуйтесь, потому что тот эксперимент политики одного ребенка нанес, по-моему, непоправимый урон всей их структуре, то есть на горизонте 50 лет их накрывает страшнейший демографический кризис, из которого выхода просто нет. Поэтому никакого глобального долгосрочного доминирования Китай физически даже по демографическим причинам асфальт не может. Экономически справедливым будем ругать и за это придется расплачиваться всему миру за не очень адекватную политику долгового премии, накачиваемых европейским союзом США. Проблема в том, что в Китае это раз в 10 больше. Объем внутренних спекулятивных инвестиций в Китай раз в 10 больше, чем в других странах. Опять-таки, мало кто это отсвечивает, но вообще-то там все с этим очень тяжело. А, и немаловажный факт. Вот в плане устойчивости два игрока, которые от глобализации зависят больше всех. Европейский союз и Китай, на самом деле. То есть, в контексте деглобализации именно эти два игрока несут самые страшные экономические потери, потому что вся их экономическая модель построена на вот этом чуде логистических цепочек, чуде моментальных доставок, чуде вот всего. Вне этой модели придется срочно всего зарабатывать, но, кстати, именно поэтому я подозреваю то, что текущее китайское правительство перешло полностью от логики экономического процветания к логике старого доброго китайского национализма. И конфликт вокруг Тайваня, он, наверное, развивается не по логике конфликта глобального проекта, он развивается по логике конфликта национального. То есть, просто сейчас есть окно возможностей, которые через пяти лет не будет. Если они сейчас не возьмут Тайвань, больше они не смогут его взять никогда, а население нужно как-то отвлекать от того, что весь проект экономического благосостояния, на котором строились ожидания последних трех поколений, перестает работать. Я не настолько, вот здесь, к сожалению, я не владею китайским языком, я не могу отслеживать, какие там ведут дискуссии внутри, это в целом достаточно сложно, но на макроэкономическом уровне выглядит это примерно так. С идеей тоже. Китайская идея очень китаяцентрична. То есть, что я немного понимаю про Китай, сразу скажу, но то, что я понимаю, что в отличие от того же Запада и России, и Украины, и ислама, Китай живет во вне эсхатологическом времени. То есть, мир Китая — это мир через 10 миллионов лет после конца света. Просто конец света для Китая уже наступил давно, и с тех пор установилось просто единое небо, под которым Китай живет в бесконечном цикле собрались-распались, собрались-распались через период премонентной гражданской войны. Этот проект не может быть привлекателен ни для кого, кроме китайцев, а всех китайцев. Поэтому единственный способ китайской инспанции — это кому-то прийти и сделать их китайцами. Но это очень ограниченная стратегия, она крайне временно затратная. И, в принципе, единственное исключение во всей китайской истории, когда Китай пытался сделать нечто похожее на глобальный проект, это была империя Тан. И только потому, что тогда этот проект развивался под влиянием христианства сект нестарианцев, пришедших из Центральной и Средней Азии. Но я говорю, это было единственное исключение китайской истории, которая, в принципе, их архетип очень сильно несоответствовала. Может быть, второе исключение. Если они все примут христианство, тогда да. Может быть. Но это очень такой... Скажем, да, если это произойдет, это будет сигнал, что, возможно, что-то принципиальная смена курса. Но пока мы предпосылок к этому не видим. Пока мы, наоборот, видим то, что борьба с христианством является одной из доминирующих линий Китайской коммунистической партии. То есть это одна из принципиальных политик. Ну, по крайней мере, полная постановка его подконтроль коммунистической партии. То есть это отслеживается по всем покорам. Но, тем не менее, опять-таки, это никуда не денется. Это слишком тяжелый актер. То есть это будет одним якорем мировых систем. И тут важно для нас что? Для нас важно то, что нет ни одной предпосылки, которая говорит о том, что Китай сможет заменить США на роли... Это абсолютно нереально. И ты знаешь, меня поражает наивность людей, которые говорят нечто подобное. Потому что нам надо настолько не понимать Китай и китайскую специфику. Даже первично на уровне общей эрудиции. Не надо быть китаведом, чтобы понимать, что Китаю нечего предложить миру вообще. Китайская идея настолько специфична и настолько узкозамкнута. Недаром ли они «Срединная империя» называются? Да именно, поднебесная. То есть это принципиально... Как я говорю, конец свет. В моих терминологиях в Китае вообще нет внешней политики. Потому что внешняя политика есть, когда борются эсхатологические проекты, которые описывают движение к сакральному источнику на горизонте, имея конец света на горизонте. То есть внешняя политика, в современном понимании, это очень эсхатологоцентричное изобретение. А в Китае этого нет. Там это все произошло в прошлом, и поэтому так были тоже наивные попытки к Китаю относиться с вот этой логикой. Поэтому когда были попытки условно демократизировать Китай, попытки относиться к Китаю как... Тоже была ошибочная стратегия. Важно другое. То, что вот это глобализация... То есть Китай не остановит деглобализацию. Потому что очень многие аналитики просто думали, что была глобализация американоцентричная, а будет глобализация же, но просто китайская центричная. И вот этого не будет... За счет чего, простите? Ну, посмотрите, он такой большой, у него такой большой ВВП, у него вот много всего. Такой рост в последние десятилетия. Ну, я думаю, опять, аналитик просто строится на линейной экстраполяции. Раз за 30 лет произошла такая перемена, то и в следующие 30 лет будет такая же перемена. Ну, вот что-то типа такого. Это самый примитивный способ мышления, который только можно представить. Ну, про качество глобального... А я объясню почему. Потому что она упирается в тот же самый наивный материализм и постмодернизм, правильно? А они не рассматривают такие категории, как глобальная идея, интеграция тени, сакральный центр и прочее. Не понимают, что именно они все... Причем, что самое удивительное, это вот десятилетие, когда аналитика пала, или 20-летие, это была аналитика столкновения с радикальным исламом. Казалось, вот вам более прямолинейного указания на то, что сакральности играют роль в годе искать. Но они ничего не увидели. Потом они столкнулись с Путиным, который квазисакральный, стратегию проводит, метаисторические рамки и все остальное. И это их не вылечило ничем. Они думают, что это все экономические причины, давление, политика и так далее. Не хотят смотреть на корень. Но раньше войны были приличными. Когда американцам понадобилось понять, что такое медитация, и что такое остановка, что такое индское восприятие мира, и что такое дзен и философия сознания, они вторглись в Вьетнам, чтобы поучиться. А Вьетнам научился Соединенных Штатов в результате этой войны, экспансии, чему там еще. Ставка на производительность труда, на жесткое менеджерское управление и так далее. И представляется больше всего с одного из тигров. Когда Советскому Суду понадобилось понять, что такое, который насквозь сгнил в смысле верований, в смысле веры во что-то большее, нежели указания партийного вождя, они столкнулись с исламским фундаментализмом в Афганистане. Для того, чтобы что? Понять, что такое, когда люди верят действительно, что бывает в этой связи. Раньше войны друг друга обучали. Когда России понадобилось понять, что такое Майдан, она вторглась в Украину. Когда Украине понадобилось понять, что такое способность 3300 лет подряд забивать гвоздь в одну точку, как Россия умеет. Мы начали воевать с Россией, потому что у нас не было пролонгированной стратегии никогда, долгой. А мы не умели это делать. А вот столкнувшись с исламом, по-моему, Запад не смог вынести уроки. То есть аналитическая школа, что на самом деле развалилась. Я вспоминаю, что они говорили по поводу войны в Украине. Я не знаю, плакать или смеяться. Или продолжают говорить, кстати. Продолжают в том числе, да. И вот эти люди, которые нам говорят, что Китай будет заниматься экспансией, я не знаю, плакать или смеяться, когда все это слышу. Ну, локальный путь, может, какой-нибудь маленький локальный аграр. Они в Африке будут устраивать посольство и вкладывать туда инвестиции. Но это... Нет, они это уже делают просто. Ну, да. Или там делают новый шелковый путь. Если это они воспринимают за глобальную экспансию, то у меня плохие новости для них. Это просто Амазон. Новый. Вот и все. Новый вид почты-то они пытались сделать. И на этом все, как бы, да. Китайская идея вообще вне Китая не читается никем. Китайскую идею не способны воспринять корейцы, не хотят. Витнамцы и всех, кто их окружает. Ну, не все китайцы ее воспринимают. Чего уж там. 270 миллионов уйгуров не очень хочет воспринимать. Это правильно. И... Ну, как на нее основе можно построить экспансию? Ну, разве что действительно переделать всех китайцев. Перспективы этого и идеи. Не, ну, исторически... Ну, это макро-стратегия. Это их макро-стратегия. Ну, то есть, как бы, изначально же вот эта ханьская народность, она вот поглощалась. Стратегия Китая это стратегия поглощения. Но это не глобальная... То есть, это если и глобальная стратегия, то в такой длительной перспективе, что она не... То есть, она на самом деле еще предельно сложная. Поэтому и постоянный цикл внутреннего разрушения, когда после каждой успешной династии следует период гражданской войны. Никто не убил больше китайцев, чем китайцев. Любого человека, который просто прочитал в Википедии китайскую историю, это очевидно. Не японцы, не европейцы, а сами китайцы. То есть, когда у вас запися о периоде древности, то, что вот этот великий полководец обезглавил 400 тысяч человек после какой-то битвы, сложно предлагать миру такой интеграционный проект. То есть, это не совсем объединяюще. Ну вот. Дальше. В целом, вот обобщая проект, что называется «Глобальный юг». То есть, я здесь немножко произведу обобщение, сразу скажу. То есть, потому что, чтобы перейти к самому интересному, к нам, к Восточной Европе, тут, в конце концов, все ради этого собрались. Но, тем не менее, для контекста я дам. По демографии у юга все хорошо. В целом. Это главный демографический ресурс будущего мирового развития. Но вот есть проблема. То, что для, с точки зрения экономической устойчивости, в стандартах деглобализации, она разрушена просто полностью до основания. И вот этот процесс запустит великое переселение народов. Чтобы понять, что это означает, поймите, откройте простую карту, на которой посмотрите количество плодородных земель в Африке 1960-х годов и в Африке сегодня. И вы поймете одну простую разницу. То, что то огромное изменение, которое произошло, обеспечено исключительно удобными глобализированными поставками азотных удобрений и всех мировых технологий. В условиях кратологистических цепочек для всего глобального юга вопрос становится не о развитии, не о проектной работе, а простите, о физическом продовольственном выживании. И вот это то, что опять-таки, к чему на все, опять-таки, исторически закрывались глаза последние опять экспертными сообществами и политическими сообществами. Но сейчас за это придется расплачиваться в полной мере. И политическими позициями африканских стран, и миграционным давлением, и потенциально террористическим давлением. То есть великое переселение народов XXI века начнется из Африки. Примерно по тем же самым причинам, что и великое переселение народов V века. По причине... Ну, там тогда было просто климатическое изменение, а здесь, кстати, климатико-технологическое изменение и огребет, как всегда, больше от этого Европа, как и в прошлый раз. Это примерно, честно говоря, по тем же самым причинам. То есть тут как-то тоже добавить мне было. Ну, вот. Просто, да, тут нужно понять еще одну маленькую пробу. С точки зрения сакрально-символического системы у Юга идей нет. Потому что Юг базируется на основе всю свою историю первой этической системы, самой рабочей, самой надежной. Все племенные проекты, все глобальные проекты через эту степень проходили. Суть этой системы будь как все. То есть просто как общество относится к тебе, так ты к нему и относишься. То есть вот это самая в историческом смысле стабильная система с точки зрения самовоспроизводства, но у нее есть проблема, она не имеет никакого вот проектного выхода. Поэтому идей оттуда ждать, на мой взгляд, пока не стоит. Может быть поспоришь, но вот кратце я так описываю. Не, не о чем спорить. У нас тоже тренд такой возник, любят говорить об успехах Африки, Камеруна, там, Намибии. Не Намибии, вернее, а Нигерии и так далее, которая и Болливуд свой имеет, и лауреатом на близких тронах. Бацвана. Но это же история игры в то, что у вас есть редкоземельный металл и к вам пришло много европейцев. И начал обустраивать все от добычи до железных дорог, гостиницы, каворкингов и прочее. И, конечно, конечно, вы дали эффект. А когда не пришли бы европейцы, что бы там было? То же, что и было бы. То есть тот уровень, который был на уровне 50-х, к нему им придется возвращаться. Вот поэтому, да, это вся история печальная. Печальная, но это важно, опять, для стратегически это будет огромный источник давления. И это важно понимать. Это же сейчас очень видно. В связи с перспективным продовольственным кризисом, в связи с войной в Украине, началось массированное заигрывание Европы с Африкой. И объясняют, и приезжают, и слово Африка звучит чаще, чем где бы то ни было, потому что говорят, ребята, все что угодно. Это, кстати, один из главных путинских аргументов. Я вас провоцирую новую арабскую весну или там африканскую весну, и там падут правительства, и побежит все в Европу, и вы там захлебнетесь. Кризис беженцев 15-го года покажется вам дисгипсаном. Я не всерьез. Ну и, скажем так, сейчас я бы поставил на то, что он произойдет. То есть как бы, если бы не делали... Я не очень сомневаюсь, честно говоря. Почему это произошло? Сразу сделаю оговорку. Тут проблема. Из всех большинства игроков вот этих цивилизационных проектов, да, при всех полных тактических провалов и отсутствии адекватного тактического управления, и уж не знаю почему, не знаю, чье это наследие, но у Путина есть стратегическое видение. Отдельно скажу, вот он нравится, не нравится, какое оно есть, но оно у него есть. И это в нынешних контекстах достаточно большой плюс, когда его нет у большинства игроков. Прежде чем к этому перейти, поговорим немножко об исламе, потому что ислам для меня вещь вот действительно такая, знаешь, немножко черная коробка, то есть факторы неопределенной неизвестности. Потому что, с одной стороны, с демографией у них действительно все хорошо. С другой стороны, экономика тоже крайне неустойчивая. То есть экономическое состояние современного исландского мира неустойчивое, хотя попытки добиться большей устойчивости есть. Но просто чтобы понять, лидирующаяся страна, которая построила свою экономику не на ресурсах Турции, вот на фоне деглобализации имеет анфляцию в 70%. Я слабо понимаю, как это может быть устойчивым в контексте долговременных глобальных кризисов. То есть это все очень сложно. А вот с идеей там все тоже интересно. Да, у ислама есть огромное преимущество. Это действительно глобальная, глобальная проектная идея. Но у нее есть ряд, сколько я понимаю, поправьте меня, может быть, эксперты в комментариях, две принципиальные особенности. Во-первых, эта идея всегда в ожидании. То есть ислам дает последователю ресурсы для того, чтобы спокойно сидеть и ждать, пока не наступит конец света, и Христос, пусть вернувший пророк Христос, не повезет их в последний крестовый условно поход против всех неверных. Но пока это не наступило, в принципе, можно просто сидеть в ожидании, соблюдать этический кодекс и мало стремиться к собственной такой вот современной экспансии. То есть единственная страна, которая радикально по-другому это интерпретировала, не беря первой исламский заряд раннего Средневековья, это была Турция. Но вот, как говорю, у Турции свои внутренние проблемы, в частности, мне правда непонятно, насколько их экономическая модель будет применима. Явно видно, что они пробуют, они готовы в эту игру играть. Насколько эта игра будет глобально успешна, я не уверен. Регионально вполне может быть успешна, и в деглобализированном мире здесь есть большой ресурс. Но здесь же есть и большая вторая проблема, то, что в исламе огромное количество отсутствия централизации духовной предполагает огромное пространство для внутренней борьбы, и мы видим большие внутриисламские противоречия, альянсы, которые явно стоят на каких-то глубинных духовных противоречиях, условно говоря, Иран, Египет, Сирия против саудовцев и монархий залива. То есть там есть, опять, мы считываем в них в основном только экономические факторы, я подозреваю, там есть глубинные, фундаментальные духовные основания, которые... Ну, минимально мы можем подумать, что это что, суниты и шииты между собой. Да, но это слова. А что это означает вот на уровне идеи, я, честно, не возьму сказать. Просто я замечу, что это есть. Здесь есть, скорее, потребность в каком-то внешнем арбитре, даже внешнем игроке, который будет эти противоречия разруливать. То есть я даже такой, на самом деле, запрос вижу. И США очень долго на самом деле пытались играть в эту игру, но у них не получилось. Вот здесь прямо можно сказать, у них просто это не получилось, эта игра у них закончилась. Возможно, в чистой недостаточности управленческой компетенции, смысловой компетенции, но, тем не менее, этого не получилось. Но они сейчас, чтобы быть, но конструкцию хотят построить. Они хотят объединить Израиль с некоторой частью сунитских стран, как бы в логике противостояния Ирану, но сейчас Байден за этим, в частности, на Ближнем Востоке. Но тоже, конечно, конструкция такая. Я не вижу особых оснований у них, кроме экономических. Но, тем не менее, это есть. Ну и, конечно, та проблема более глубинная, фундаментальная еще проблема из Средневековья, которая есть. Отношение к разуму, которое все равно в широком смысле в исламском контексте до сих пор крайне подозрительное. При выборе между разумом и волей предпочтение всегда будет отдаваться воле. Разум до сих пор большой частью интеллектуального сообщества, в том числе, воспринимается как угроза. И в мире адаптации к рискам на самом деле большой вопрос будет ли это плюсом и минусом. Потому что, с одной стороны, возможно, это обеспечит им большую устойчивость, но, с другой стороны, это подарет возможность именно такого стратегического проектирования, стратегического видения. Но вот ситуация сложная, поэтому, говорю, для меня в отношении ислама не буду удивлен ничем. Здесь может произойти разное. Это для меня, честно признаюсь, такая немножко черная кошка в темной комнате, но интересная. Фактором он будет однозначный. Это можно сказать более точно. Вот. Ну и подходим, наверное, к самой неприятной слушателе будет части этого рассказа. Поговорим о России. Потому что здесь, на самом деле, за четыре месяца происходят перемены стремительные, большие и мало отрефлексированные в публичном пространстве, которые, тем не менее, я рискну обозначить. Начнем с первого. Демография. С демографией тут как бы все самое, это огромная уязвимость, самая большая. Здесь, в России, ничем не отличается от Восточной Европы. На горизонте 50 лет это огромный, это действительно большой вызов, но, опять-таки, вот эти 5-10 лет пока есть. Вопрос, что произойдет за эти 5-10 лет. С экономикой. С экономикой все достаточно сложно, особенно с точки зрения технологическим развитием, но, как и показали 4 месяца, устойчивость есть. То есть, в глобализированном мире этого было однозначно недостаточно. В глобализированном мире вот эта экономическая модель себя бы проявить не могла от слова совсем, а вот в мире, где глобализированном шансы появляются. И это тоже очевидно, и это сейчас я очень сильно суммирую, но, если будете читать западную аналитическую даже прессу, с огромным удивлением они в последние моменты вынуждены это признавать. То есть, нравится это нам или не нравится, это, тем не менее, более-менее факт. Развития нет, а вот устойчивость есть. И в условиях для глобализации это скорее плюс, чем минус. Но нет, самое интересное. То есть, на самом деле, про это много уже кто отметил, но это, на самом деле, неинтересно. А вот что действительно интересно, и даже здесь я этому сильно удивлен, последние 4 месяца есть ряд признаков, которые указывают, что стремительными моментами, стремительными шагами идет интеграция тени. Это удивительно, и потому что никто из участников, ну, наблюдателей этого не ожидал. И на самом деле это фундаментальная перемена, потому что для России это означает отказ от модели символической, которая работала не 10, не 100, а с 17 века. То есть, это фундаментальное новое состояние, когда действительно российская юридия с 17, именно только с 17 века, все, что мы понимаем под российской имперской культурой, во многом основывалось о том, что ей было не все равно, что о ней думают в Европе. Говорят, честно, что это началось с Петра I, на самом деле, это началось раньше, уже активно при Алексею Михайловичем, и не без украинского, кстати, участия, во многом, и не без польского участия. Ну, так это же известное дело. На самом деле, первым Петром I был его отец Алексей Михайлович. Там же полки нового строя, там все, все, что хочешь, там огромная интеграция с Европой происходила. Ну, и опять же, не канянская реформа, завезли же преподаватели Могилянской академии, которые все так идентифицировали, переделывали и так далее. Это то, что называется польское обхождение называлось тогда. Польское возрождение, это изменяется в архитектуре, вы можете видеть, уже проникает в барокко. На самом деле, она украинская, просто неудобно было это признавать, поэтому, вот, поэтому суть не в этом. Суть в том, что тогда, да, они крайне чувствительны к Европе стали. И возникла модель, которая в науке называется империя Субальтера. То есть, это империя, которая на самом деле в себе крайне неуверена, которая в себе крайне сомневается, неполноценна и все время нуждается в внешнем одобрении им. А теперь произошел разрыв. И этот разрыв произошел. И, как ни иронично, это произошло во многом, это не заслуга российской элиты, а это произошло во многом в силу той реакции, которая произошла на Западе и в Украине в первые месяцы в результате политики санкций. И если была надежда, что в короткой перспективе это нанесет урон и обвалит, то вот ненамеренным последствием оказалось то, что своими руками сейчас Россия оказалась освобождена Западом и последний теперь потерял свой главный козырь. Теперь российской элите и тому же российскому бессознательному, который древний, который с 16 века, как бы не нужно играть в экономику тени. То, о чем я говорил ранее. Если раньше Запад все время был тем фундаментальным партнером, с которым эта вся игра вокруг тени, вокруг темных сторон российской стороны истории шла, то теперь нет. Оно закончится. По крайней мере, я вижу очень ряд мощных признаков, могу о них поговорить отдельности, которые указывают на то, что этот процесс, если еще не достиг необратимой фазы, то он, то тренд идет именно туда. Скиф Блока из его стихотворения очень близок к победе. И это абсолютно новая ситуация, потому что что с такой Россией делать, не знает никто. Это абсолютно непонятное для ее контрагентов положение на самом деле. Она бессильна чисто технологически и экономически, чтобы с ней что-то делать. Она устойчива достаточно, она может в таком состоянии пребывать достаточно. Проблема в том, что главная проблема от России была не то, что она существует, а то, что она экспансивна, причем ставка на военную силу. А теперь этого козыря она лишается, но она будет устойчива существовать некоторое время, ей будет плевать на то, что в Европе происходит. что дальше? Подождите, это еще не все. Это надо рассказать. А теперь смотрим на общее сочетание трендов. Начинается увлекательная стратегическая гонка игры, в которую кто быстрее упадет, у кого больше устойчивость. И здесь вопрос становится очень таким... Это как азартная игра с очень большими ставками, в которые правила игры не очень понятны. Тем не менее, для меня это очень... процесс интеграции тени, в целом, из психологии, не мне тебя объяснять, это огромный ресурс. Технологическое развитие иногда может возникать и неожиданно, особенно если интеграция тени происходит. Если вы перестаете искренне оценивать необходимость отобрения ваших действий, и тогда вы становитесь непредсказуемыми. Я просто к тому говорю о том, что стратегия становится непредсказуемой. И вот к этому опять-таки никто просто не готов. Более того, почему я говорю, что это важно, снятие комплекса глубиной в 400 лет получается, это принципиальный ресурс по той простой причине, что та этическая система Запада, которая на самом деле накладывалась на Россию, пыталась наложиться на Россию, она не самая органическая, потому что западная этическая система построена во многом на либерализме. По крайней мере, как раз модерна, назовем это так, модерновая западная система построена на либерализме, на принципе живи и дай жить другим, то есть, условно говоря, как я веду себя по отношению к обществу, так общество должно вести себя по отношению ко мне. Но это, если говорить по-глубинному, никогда российскому архетипу, русскому архетипу, на мой взгляд, по большому счету и украинскому архетипу до конца не соответствовало. Больше соответствовало ей то, что, да, процитирую Константина Крылова, он называл этикой севера, а она основана на другой этической системе координат. Эта этическая система координат строится по следующим принципам. Другие не должны, то есть, суть этих принципов, другие не должны вести себя по отношению ко мне так, как я не веду себя по отношению к другим. Пусть все, но не я. Главная движущая сила этой этической системы ненависть к козлу и предотвращение самых негативных вариантов будущего. Виноват, тот, кто позволил допустить по отношению к себе некое состояние. И в таком контексте сила является источником блага. Человек, который, как бы, ничего не может, не может и быть хорошим человеком. Понимаешь, огромный источник слабости, когда твой сакральный источник не соответствует декларированию твоим этическим системам. И Россия в таком шизофреническом состоянии жила последние реально 400 лет. Все ее прогрессы были обусловлены на самом деле теми редкими моментами, когда в силу критических обстоятельств, что называется «без пинка не поедешь». Вот эта этическая система пробивалась и давала тогда такие взлеты. Аутентичность. А теперь у нее есть шанс переписать из исключения правилом. И я просто говорю о том, что здесь огромный фактор еще вот такой черной и неизвестности. Мы не знаем, как выглядит страна с такой этической системой, потому что по справедливости этики севера в мире очень мало представлены. Ставная этика этика запада, этика юга и немножко этики востока. Главная уязвимость этой системы, вот снова вернусь к проблеме экономики тени, и чтобы мне это проговорить важно. Главная уязвимость такой системы, конечно, лежит в том, что любящего ненасилия ненавидит душа Господня, как учит нас Псалом 10, и как бы Господь взыскивает за кровь невиновных, как говорит Псалом 9. Но проблема в чем? То, что вот эта экономика, попытки взять любой страны в истории на себя роль вот этого мирового арбитра на уровне международной политики не работает, потому что играть в экономику теневого капитала, если один из ее участников начинает претендовать на право выносить некие моральные суждения и вердикты, невозможно. На самом деле это невозможно было, чтобы было понятно даже вот у феминизма третьей волны. Он напоролся на то же самое. Он так долго рассказывал мужчинам о том, какие они ужасные люди, то, что он получил сейчас огромное движение внутри Запада, которое говорит, ну раз мы такие ужасные, мы такими и будем. То есть вы теряете право выносить моральное суждение. И в этом есть огромный ресурс освобождения. На самом деле фундаментальная проблема очень проста. Ни человек один, ни другой, уж тем более коллективное государство событие не может быть судьей в историческом контексте. Отомщение принадлежит, то есть мне отомщение азвоздам говорит Господь, а не говорит, условно говоря, международный уголовный суд. Нет ни одного такого института, который был бы способен выносить это моральное суждение. И по справедливости это главная проблема последних 100 лет, которая, на мой взгляд, и привела нас до жизни такой. Почему мы оказались в этой критической позиции, почему рухнула мировая аналитика, которую ты уже подмечал, потому что чтобы выносить такое моральное суждение с позиции непорочности, все участники должны как бы тот участник, который его выносит, должен тащить на себе невыносимую ношу, а именно быть морально непорочным. А это в истории на уровне государства просто невозможно. Поэтому период, на мой взгляд, с 1918 года с Версальского мирного договора это самое лживое время на мировом уровне. Ложь была положена в основании мирового порядка. А сейчас, поскольку Россию со стороны, между прочим, выключили из этой игры, она получила уникальный для ее истории шанс не играть. Чем вообще-то разрушилось все вот это основание Версальского порядка с 1918 года. Да, этот шанс она реализует грубо, насильственно, кровью, а главное, неожиданно для самой себя. То есть, как бы в феврале-марте она вообще-то в эту игру пыталась играть по полной программе, если отслеживать все их заявления. Но чем дальше влез, тем злее партизаны. Это не получилось. Запад отказался выиграть, думаю, то, что все обойдется быстро и просто. И тем не менее, это произошло. И упрощает для меня в этом есть, конечно, огромный фактор неопределенности сейчас, потому что сейчас Россия встретилась с тенью, как я и говорил. Хоть где-то был прав в марте. Но вот что-то для меня было неожиданно, что единственная ее часть, которая не испугалась, не впала в депрессию, и которая смогла предложить некую альтернативу кроме самоубийства, была вот та глубинная пасхоновско-блоковско-скифовская часть. Что с этим делать, сейчас никто не знает, никто не работает на стратегии над этим делать. Я бы даже не скидывал технологический потенциал, опять-таки, на уровне общего падения, уже давай так прямо, хорошо, мне кажется, на уровне общего падения, если говорить по технологии, потенциал будет вообще только у США. У всех остальных вообще потенциалов не будет. А у США не будет интереса контролировать весь мир. И на этом фоне вполне себе можно быть региональной державой, теоретически, ну, с ограниченным технологическим потенциалом, ну, уж каким-никаким, а он будет. Все лучше, чем у многих других. Это точно нельзя недооценивать. И вот в этом состоянии, в этом новом состоянии, на самом деле, стратегические риски только выросли сейчас, за последние 4 месяца. И опять-таки, это видно по росту нелиберального гражданского общества в России. То, что вообще не было во всем протяжении его истории. И опять, все склонны это просто, знаешь, сбрасывать со счетов как неважный фактор. На самом деле, это единственно важный фактор, который, один из немногих единственно важных факторов. Это критический фактор, который работает на силу. Повторюсь, какое-никакое стратегирование есть. Да, возможно, глобальный полноценный проект ты не построишь. А вот город Китиш со стенками, за которыми ты будешь пережидать бушующие волны мирового хаоса, построить, можно вполне. То есть, вот это шатровое зодчество, условно говоря, идея, архетип северного Афона, шатрового зодчества, то есть, не европейского, то есть, повторюсь, не европейский проект, а вот какой-то другой северный, здесь есть точка потенциала. Конечно, с самой большой точкой вероятностью в силу внутренней некомпетенции и бюрократии этот шанс будет провален. Если ты будешь читать российские телеграм-каналы с качественной аналитикой, там это указывается как главная уязвимость. Не западные санкции, а вот собственная бюрократическая некомпетентность. Так она же во всем проявилась в этой войне. И вот важный момент. Она проявилась, вот сам этот шанс появился в этой войне. Вот это, наверное, ирония. То есть до этой войны даже шансов не было. Я тебе больше скажу, у нас не любят на эту тему говорить, все даются, что русские все тупые, но я тебе скажу, что он не просто появился, он был сконструирован как шанс. Эта война была сконструирована на этот шанс. Вот они же начали эту войну, просто Путин невнимательно слушает. А зря. Или в Украине его слушают, на Западе его слушают как сумасшедшего, а в Украине его слушают как абсолютного негодяя, который никогда не может сказать правду. Он же в своем обращении за полтора дня, за день до начала войны все четко описал. Зачем и почему он воюет. Не до конца он сказал, но логика была понятна. Они видят, я вкратце перевожу в себе полуторачасовое его заявление, перевожу в следующее. Они видят в войне, которую они сейчас начали, глобальную историческую справедливость, высшую справедливость, причем религиозного характера. Они видят в этом всем шанс на возрождение России в новом качестве, как из пепла, как Феникс. И они исторической России, не Российской Федерации Путина, а исторической России со всеми древними архетипами, Гитичградом, Жорптицей и всем остальным. И третье, они видят шанс на исправление жуткой глобальной несправедливости. Простыми словами, с психологической точки зрения. Если вспоминать мой модуль «Семантическое пространство», они начали эту войну, когда у них родилось ощущение, что они нащупали свой сакральный источник. Многочисленные работы по бурению, по тем или иному пути, по отказу, по преодолению шизофрении и западного поклонничества, как они ее считают, там и всего остального. Там есть правда шизофрения. Да, да, да. Они вот как-то вот искали этот корень и вот произошло соединение. Бах! Когда они это почувствовали, они почувствовали, это внутри Путина вся эта история произошла, в правящей верхушке, они почувствовали сакральную силушку от глобального источника. То, что называл Андреев пророссиянство. Вот туда, куда-то они докопались и в этот момент они решили бунтануть. Они как богатыри налились этой силы, внутренне почувствовали, они решили бунтануть, потому что, ну, как сказать, это вот легенда про Вольгу и Святогора. То есть они видят, что Святогор, конечно, здоровый, но Вольга, вот он сейчас, сейчас он изловчится и что-то сделает. И это вот абсолютно наше сакральное действие. Оно не имеет отношения ни к экономике, ни к политике, они начали религиозную войну, религиозную в смысле ставки, высоты ставки, да. Интеграцию тени. На мостах они начали войну за интеграцию тени. Поэтому это, я уверен, что это было либо полуотрефлексировано, либо вообще полноценно пережито. И это стало решающим фактором, который позволил при соотношении сил сторон начать войну против Запада. Потому что, если считать, если калькулировать на уровне калькулятора, то они никак не могли ее выиграть, в принципе, никуда, никак, и это вообще было по полным безумием. Ну, поэтому, собственно, я, то есть, исходя из рациональной логики, просто просчитывая соотношение группировок, сил, эксперты и говорили, ну, это глупость начинать это, то есть, ну, как, вообще, зачем, то есть, то есть, эксперты тоже не совсем были клиническими дураками, когда делали свои прогнозы в январе, назовем, просто исходили из другой логики. Это та же, та же штука, которая в восстании Болотникова, Степана Разина и Емельяна Пугачева, это Пугачевское восстание против Запада, на самом деле, то, что они сейчас сделали. Бунт, ради бунта, ну, ради сакрального веселья, вот этой пляски, но, учитывая, что это делает не народ и не казачество, а делает государство, децентрализированное, централизированное и так далее, это у них попытка найти новую форму империи, которую я предрекал и обещал им всем. Я говорю, Россия ищет новую форму империи и она будет сделать все, чтобы ее найти. то есть, согласен, по сути, можно сказать, вот это происходит, то есть, в мирное время интеграция такой тени была невозможна, то есть, вот этот блоковский скиф из стихотворения «До скифа мы, до азиаты мы» победить не мог никаким образом, а вот в условиях войны он, во-первых, может, во-вторых, по всем признакам именно он и побеждает, потому что все его оппоненты... Да, не мог это победить в условиях глобализации, дабыдываем еще. А, да, тут еще глобализация. По независящим от России причинам был мощнейший фактор, соответственно, либеральная прослойка, которая удерживала от резких шагов, от логики, да, ну и опять же, она все равно выходит греф, какая-то полумутная околодугинская тусовка, которая там ходит в кожаных куртках, бреет головы на лыс и кричит «Русское единство», там это одно. А тут же выходит греф, хорошо пропавший, там, Гарвард закончивший, да, как бы там, что там еще у нас, там, с дорогими часами, который говорит, господа, ну с чем мы в конце концовым идеям, это же подвальный маргинез, это даже комментарии не стоит, давайте говорить о там, мировых глобальных трендах, об искусственном интеллекте, и все да, да, да. Об экологии. Да, об экологии греф, конечно, выглядит прилично. А вот теперь ведь подвальное русское единство, условно говоря, вырвалось, грефы оказались ни при чем, потому что грефов отменили, ну или хотят отменить. И они чувствуют вот это вот, я прям физически его ощущаю, этот источник, это то, что у Кинчева в песнях говорилось последнего периода, вот это вот, вот это вот, и шестой лесничий, да, как бы, да, и вот это вот, ну, пророссианство не совсем то слово, это родилось, потому что Андреев под этим имел ввиду дохристианские корни Руси, а эта история, я тебе скажу, когда уходит, это век, наверное, 14-15, вот так, по моим ощущениям. 14, нет, я об этом думал, 15-15, оно, конечно, туда уходит, но на самом деле, даже этот 14-15 век, это просто та точка, которая комфортна, уходят они в другой источник, повторюсь, они уходят в северный источник, в легенды о северном Афоне, то, что Балаам был основан еще до того, как в Киеве появилось христианство. Да, да, в ладожскую теорию России, грубо говоря, они уходят туда, они растут оттуда, но я повторюсь, оппоненты это вообще не считывают, и пока что все тренды, тренды указ, все... Не последние люди в московской тусовке мне говорили следующее, что Россия станет Россией, такой полноценной, осознает себя, когда она откроет русский север. Ну вот открывают, вот сейчас прям консервным ножом открывают. А помнишь, как называлась первая работа Дугина? Не Дугина, а Джамаля? Нет, Ориентация север. Вот ты ее, не знаю, читал ты ее или нет, ты ее перечитай, там во всей ее вот квинтэссенции это проявляется. Но знаешь, в чем парадокс? Это будет совсем не та Россия, о которой мы привыкли думать, знать и понимать. Это нечто абсолютно другое будет. Но не менее, этого есть шанс. Это есть ядро возможностей, которые никто не считывал, опять-таки, когда это все начинало. Опять, это тренд. Если мы говорим о трендах, это... Люди не умеют работать. Я тебе скажу, где она мелькала. Помнишь такой фильм «Русь изначальная»? Да, да. Где действия происходят на этом. Не «Русь изначального времени», а «Россия молодая». Где петровское время описывается не с точки зрения московского периода, а с точки зрения событий происходящих. Да, соробряться сыграли, я думаю, в этом большую роль сейчас. Происходящее на русском севере, да, вся эта история, там локализовано все, этот самый и так далее. И они же столкнули, сталкивают, там очень интересно, сталкивают Швецию как Северную империю, с возрождающейся Россией, как Северной империи. И как война называлась? Северная. Северная война. Это война двух проектов севера. Почему британцы такую неуемную активность развили в отношении Скандинавии, знаешь? Вот они как раз эти тренды считают прекрасно. А они единственные, кто еще хоть, опять не на публичном уровне, но не публично, они единственные, кто умеют это считать. И британцы это последние, кто умеет играть в большие игры в этом мире. Вот они как раз просчитали. Феноменальная активность британцев в Балтийском море, прием Финляндии, Швеции в НАТО, британцы вложились в это очень сильно. И вот этот союз, грубо говоря, Британия, Скандинавия, Польша, страны Балтии, Украина, который предложен на Турцию. Это же все противопоставление вот этому. Да, но здесь сразу скажу, ты же понимаешь, что есть несколько больших с Британией, есть большие проблемы. Первое, современная Британия, это не Британия, 19-го века. Экономика совсем не та. У тебя Шотландия с Северной Ирландией референдумом говорят. Я сейчас говорю не об этом, не о том, что Британия справится, поможет и переможет. Я говорю о том, что они почувствовали тренд, понимаешь? Ага. Потому что это единственное, это самый большой британский козырь глубинный. У них тоже нет, по сути, уже ни экономики, ни демографии, ничего. Способность хотя бы видеть стратегические точки, это единственная их сила. Я с ними имел дело, с их публикой, который занимается подобного рода аналитикой, на уровне мифологии, мифодизайна, глобального. Не фуфлова, и псотипа в телеграм-канал написать, что сейчас будет удар по Киеву ракетами, а настоящего такого мифодизайна, дизайна мирового уровня. Но они произвели на меня впечатление. Больше никто не произвел. Я с этой публикой очень много имел дело. В разных странах суперспециалисты, бла-бла-бла, но, честно, только британцы. И ты видишь, они просчитали. А знаешь, почему они просчитали? Почему они просчитали, знаешь? Я думаю, аристократическая компетенция так просто не работает. А, все очень просто. Потому что нету ничего случайного. Русско-английская компания с чем работала? С пушниной, изначально грозной. С пенькой и лесом через что? Через Архангельск. Через Архангельск, конечно. Они просто почувствовали знакомые нотки, тренд. Ведь пенька русская позволила победить непобедимую армаду и сделать мир не испанским, а британским. Они это физически ощутили, понимаешь? Знакомые вибрации. Они ушли на источник. И мы сейчас подсказываем путинскому режиму, ну что же делать уже, куда же деваться. Потому что россияне не понимают. Может быть попытка создать арктический флот, борьба за северный проход и так далее. Но Россия настоящая, она севернее широты, на которой Москва находится, градусов на 10 начинается. Ну источник, по крайней мере. 15 источников. И если вы хотите понять Россию, то вот та, которая зреет, вот это Россия, которая Валаам, которая Соловки, и вот туда, вот эти вот России. Коневец. Да, помните фильм «Остров»? Тоже же была попытка такой рефлексии. Тоже же там все происходило, да, на севере. И Россия, это она вот в этих прозрачных родниках, и море, которое 3 градуса тепла. И вечный да, вот туда, она там. Тут, конечно, возникает, для меня всегда здесь вот, честно скажу, что непонятно, вот за 20 лет мира сделать это было нельзя. Ну, это вот сейчас видимо архетипа, что только через внешний кризис. Паша, человечество, как и человек, развивается двумя путями. Первое, либо системная работа над собой, на что способны очень немногие, это люди, я не говорю уже про страны, либо через кризис и катастрофы. Украинская идея тоже проступила на изломе, а не просто так. Но у нас этого они абсолютно не понимают. Вот эту беседу стоило записать только ради этого, потому что как только Россию не обзывают, Византийщина, Азиатщина, и там этого действительно очень много, припудрена Европа, это настоящая Россия на севере. Вот этот северный лик начал проступать сейчас у них. Если они его интегрируют, а сейчас есть шанс, говорю, вот это ирония, это окно возможности открылось только потому, что добровольно для нее закрыто было вообще все остальное. То есть, только после того, как закрыты были все остальные двери, у этого появилось. Если Россия сумеет наплевать на зависимость от Запада психологической и от всех других заодно параллельно, от Китая, от всех остальных и сделать ставку на то, чтобы проступил лик русского севера, это будет, во-первых, нечто очень интересное, культурность интересная в историческом смысле, во-вторых, это будет нечто совершенно необычное, то есть, непредсказуемое, аналитически непросчитываемое, и третье, это будет радикальное преображение самой России, она себя не узнает, и мы ее все не узнаем. А какие тренды проступят, как ты считаешь, если вдруг победит эта история? С чем мы будем иметь дело? Нет, ну, однозначно, вот эта этика силы, только уже успокоившись, этика силы, которая спокойная. На свет направленная, так как они его понимают, по крайней мере, но тем не менее. Да, потому что так-то оно все время приходится подавлять, потому что есть вот эти, условно говоря, люди, припудренных париках, которые тебе говорят, что таким быть нельзя. А это создает огромный невроз психологический. Ну так, для справки. И во многом вот эта внутренняя расколотая шизофрения, которая, если вы будете читать славянофилов 19 века, очень интересно читать. Читается как очень самое актуальное, что называется, произведение, они это очень хорошо подчеркивают именно психологическое понимание. Это вообще интересный недооцененный момент, что практически все русское славянофильство, как думает об этом средний обыватель? Русское славянофильство, они думают, что это просто мужики, которые не смогли прочитать на французском языке пару книжек, поэтому начали что-то изобретать. Все было с точностью наоборот. Они прочитали вообще все, что можно, законспектировали всего Гергеля со звука и поняли, что это фуфло. И это их не удовлетворило. То есть абсолютно. И пытались вот что-то искать. Там на имена, на имена посмотреть. Это средний славянофил, это человек, знающий 9 европейских языков примерно, поэтому как бы там об этом мало кто думает. Там еще вопрос, кто был более образованный западник и в западном отношении или славянофил. Но суть не в этом. Вот. И они пытались тоже раскапывать эти источники. Основная стратегия, да, это то же самое. Попытка через этот северный, условно говоря, Афон, на мой взгляд, все то, о чем мы с тобой говорили в наших лекциях больших, о главном цивилизационном противоречии, которое, на мой взгляд, никуда не девается. Это конфликт персоны и ипостаси. Конфликт социальной маски против природного, органического, изначального. То есть это будет, я думаю, эксперимент, который, ну, будет пытаться найти аутентичное воплощение через... Там они приплетут... По крайней мере, они пытаются. Я сейчас читаю ряд таких совсем. Приходится читать тех, которые, скажем так, сидели долгое время и не замечены. Там и тут работают именно и о космизме, вот русском в том числе, и о всечеловечестве, и вот даже в Соловьевском философ 19 века, вот, долгие всеединства. И вот поэтому ты не даже заметил, что главный посыл психологический, на который мировое, они попытаются продать это справедливость. И справедливость, блин, отзывается. Почему? Повторюсь, последние сто лет самое лицемерное доминирование в истории человечества. Потому что доминирование 19 века хотя бы было честным. А вот доминирование 20 века это лицемерное доминирование, построенное на лжи. И оно, откровенно говоря, за сто лет уже всем просто надоело критически. Это иронично. То есть здесь есть определенная трагедия, то, что вот тот невероятный уровень глобального благосостояния и глобального прогресса, которому мы все обязаны, включая вот меня, тебя. Построен на лжи целиком. На лживом доминировании. Да. И вот, видимо, пришло время, ну, то есть ложь закончилась. То есть я вот один на лжи сейчас построить ничего не получится. То есть это в любом случае. То есть победят те проекты, которые смогут наиболее четко, точно обратиться к своим собственным источникам и сделают это максимально быстро и адекватно. И главным препятствием будет, конечно, собственная тень. То есть неинтегрированная тень для каждого из проектов сейчас является главным препятствием на пути, ну, к сохранению даже хотя бы просто. А уж не говоря о том, ну, давайте просто, даже больше скажу, просто сохраниться не получится ни у кого. Все проекты, исторические, которые войдут дальше, преобразятся. Именно поэтому это время предельной неопределенности, и поэтому надо смотреть внимательно. и отсеивать плевела и мишуру информационный шум от структурных сущностных изменений. В чем трагедия путинской России, знаешь? У меня есть много гипотез на эту тему. Да, вот как я ее вижу в свете нашего разговора. Это публика, которая имеет все шансы преобразить Россию радикально, в том числе, меня сейчас убьют за эту фразу, но в том числе с пользой для всего остального мира. Потому что новая северная Россия может быть совершенно другой, нежели мы привыкли видеть эту тонь, выпалшую из болот и желающую все сожрать. Но управленческая некомпетенция не позволит это сделать. Ну, это фактор неизвестности. Не знаю, позволят, не позволят, тут как бы сложно. Я здесь не беру, вот здесь, когда дело, я так скажу, когда дело вступают люди, я уже заметил, прогнозировать вообще все крайне сложно. Свободу воли никто не отменял. Но вот хочу зафиксировать, это очень интересно, то есть, потерпев поражение в стратегии своей молниеносной специи, то есть, видимо, только поражение могло заставить, это ирония огромная, только поражение могло заставить начать процесс по интеграции тени. Потому что, вот ты говоришь, это был стратегический план, я не особо, не до конца уверен, потому что, на мой взгляд, с удовольствием обошлись бы и без этого. То есть, обошлись бы как-нибудь по-старому, по-простому. А вот то, что потерпели поражение в молниеносной спецоперации, радикально поставило вызов перед оживанием. Внезапно, я думаю, для них самих оказалось то, что единственное, что приносило успехи, но вот была вот опора на что-то вот туда, вот на тот самый источник, который это описывает. То есть, иронично, без поражения под Киевом, вот то, что мы с тобой описываем, вообще бы имело нулевые шансы на успех. Здесь история не лишена иронии. Так оно прямо на поле боя сказалось, потому что стратегию сменили, она оказалась не то, чтобы глобально эффективной, но куда как более эффективной по сравнению с тем, как они начинали эту спецоперацию. Потому что спецоперация это же конструкт абсолютной иллюзии, надо было быть оторванным. Западной. Западной, да. Надо было абсолютно оторванным быть от мира, чтобы по таким канонам пытаться решить политические задачи, которые исторические, которые они перед собой поставили таким способом. Ну вот, они заплатили жизнями 35 тысяч солдат примерно там, да, за эту иллюзию, полный провал в спецоперации как жанра, но очень быстро сориентировались, должен сказать, и решили выиграть войну. Спецоперацию они провалили, а войну решили выиграть. И это оказалось очень непросто ни для нас, ни для Запада и так далее. Ну, а повторюсь, мы с этого начинали. Единственной стратегией, полноценной стратегией занимаются британцы, американцы заняты в себя. Ну, просто им это правда, им исторически интересно только американцы. Это надо понимать. Это фундаментальная особенность их мышления. Европа просто, вот Европа как Европа, там стратегии нет. Ее вообще нет. И вот это огромная уязвимость. А, нет, Украина, и фактор Украины, чтобы завершить на этом важную тему, скажу так, за 4 месяца для интеграции тени сделано значительно меньше, чем должно было быть сделать. И на стратегический глобальный проект в основном топишь ты, но мейнстримом это тоже пока не стало. Я не, к сожалению. Я здесь... Не, у нас мы поехали вообще не туда, прямо скажу, как бы, да. И подъем, который у нас был в начале, когда мы выиграли спецоперацию, и те смыслы, которые там открылись, они полностью, практически полностью провалены, за редким исключением. И все поехало в самый примитивный и неблагодарный, и невозможный тренд в стиле «Давайте убьем всех, а все русское, запретим все с фамилией Достоевский, с фамилией Быков, Щелин и так далее». Ну, вот это все печальная очень история. Я пытаюсь это, конечно, удерживать и не давать, но посмотрим, что будет из этого всего. Ну, если говорить про уязвимость. Просто на этом фоне, я думаю, опять, почему стратегирование важно? Потому что стратегирование позволяет вам адекватно оценивать, во-первых, масштаб игры и масштаб требуемой компетенции и масштаб рисков. Я надеюсь, что хотя бы после нашей беседы станет более понятно, какого масштаба процессы идут прямо сейчас. Если вам этого, кстати, недостаточно, я могу более подробно объяснить, почему мир, который вы знали, действительно заканчивается, почему действительно то, что происходит сейчас, это метафорический конец света, потому что закрывается очень много проектов с длиной волны. Одновременное закрытие волн длиной в 400, 100 и 30 лет происходит в истории очень редко. Это больше всего сравнимо можно только с бронзовым, коллапсом бронзового века и клампсом Западной Римской империи. Но, кстати, об этом будет занятие в школе Аперон. Кому-то, может быть, будет интересно. Кстати, да, ты же читаешь семинар скоро на эту тему, да? Да, на эту тему. Но это будет скорее... Пользуясь случаем, хочу всех пригласить Пашу на семинар, потому что все то, о чем мы говорим, он даст не в виде свободной беседы, а в виде конкретной информации, предельно насыщенной в течение трех часов, подробно о чем все расскажет, покажет со схемами... Скорее, да, там будет именно то, на чем основана фундаментальная предпосылка всего сегодняшнего рассказа. Потому что, я думаю, многие возрастают, что, дескать, глобализация не заканчивается, все как было, так и будет. То есть, это очень интуитивно, психика хочет так думать. Не будет. Не будет. Да, такая история, конечно, всегда. Но эти смыслы есть. И я просто призываю вот тех зрителей, которые дослушали нас до конца, именно беречь себя. Потому что главный ваш актив вот в этом ближайшем десятилетии это ваш мозг, в буквальном смысле, ваше мышление, ваш разум. Если человек верующий, ваша душа. Все эти проекты сейчас будут вести... Ладно бы только проекты бы вели борьбу за вас. За вас по борьбе будут вести вся самая примитивная информационная пропаганда, на которой основана вся информационная стратегия последних 30 лет. И главная ее стратегия это передозировка. То есть... Чистите то, что вы потребляете. Это главный ваш способ самосохраниться. То, что у нас произошло. Мы пошли путем отказа от мышления. После победы в киевской операции мы пошли путем отказа от мышления. К сожалению. Ну, здесь я не буду сыпать соль на рану. Извини. Но, тем не менее, сохраняйте оптимизм, потому что... Посыпь, посыпь, посыпь. Нам это очень важно. Ну, да. Ну, ты там сказал. Единственная фундаментальная ставка победить в войне глобальных проектов это предложить свой глобальный проект, который будет... Который лучше отвечает на сакральные вопросы глобального характера. Который фундаментально для всего постхристиянского мира один вопрос об ипостасе и вопрос о персоне. А вопрос о социальной маске и глубине личности. Но ответ на такой проект предполагает дикую работу над собой. Интеграцию собственной тени. В случае Украины это тень двух видов. Первая тень это жлоб. Прямо так скажу. То есть есть казах, а есть жлоб. И вот как бы жлоба интегрировать, скажем так, не получилось совсем. Причем до той степени, что сейчас даже западные союзники вынуждены критиковать, что происходит у вас на черном рынке. Я не буду уходить в подробности, но кому надо, просто покуклите. Честно слово. На четвертый месяц этим заниматься это очень тревожный сигнал. Ну и второе, такое более спорное, тоже закидают тапками от риска дислайк. Но то, что главным символом было выбрано словно не сковорода, а Бандера, тоже явление показательное. Сковорода миру мог быть интересен. А Бандера, к сожалению, не интересен никому, кроме маленького национального проекта. И сочувствие потеряется тоже в долгосрочной... Это не стратегия. Это в лучшем случае небольшая тактика, которая... Да, надо было даже шептицкого брать, а не потому что, если вам более свежий пример нужен. На сковороду ставлю я отчаянно, пытаюсь объяснить, но поборемся еще. в общем, не так все слышно. Надеемся, что не все потеряно. Это просто... Так вот, коротко и признаков. А главное, да, берегите себя, и главный совет, конечно, он не меняется тысячелетиями, не ревнуйте творящим беззакония, и делайте честно то, что вы можете делать на вашем месте. Тут как бы стратегия была здесь. На человеческом уровне ответственность проще, что делать на самом деле. Вот на глобальном посложнее. Спасибо за внимание. Приходите к Пашу Насименову. Всем спасибо.